Итак, народ, как вы знаете, недавно я сделал видео об испытаниях системы трекшн-контроля на новом поколении УАЗ Патриот, и в комментариях были такие комментарии, комментарии в комментариях, да, о том, что здесь, в этом автомобиле, все-таки, есть система помощи при спуске, хотя я в своих видео сказал, что ее нету. Ну что ж, пришло, собственно, время расставить все точки над И, хотя над И какие точки? Над Е, наверное, да, точка, чтобы буква Е получилась. Ну, в общем, смотри, сейчас я вот с этого спуска поеду, отпустив все педали, включаю первую пониженную и кнопку вот эту off-road. Если здесь система помощи при спуске есть, тогда она будет автоматически через систему АБС тормозить машину и поддерживать постоянную скорость. Машина не будет ускоряться, не будет тормозить, будет с постоянной скоростью спускаться. И если вдруг будут какие-то вот пробуксовки, уходы с траектории, колеса будут блокироваться, значит, она будет эти колеса отпускать и на приборной панели будет мигать лампочка. Если этой системы нет, то обороты будут свободно гулять вверх-вниз по мере увеличения или снижения уклона горки. Ну, соответственно, что ж, давайте сейчас это и сделать. Я поехал. Так, ну вот эта горка, вон там мой штатив, вон там мой штатив стоит. Включил пониженный ряд. Так, включил пониженный ряд, включаю первую передачу, отпускаю ручник, так, назад машина поехалась, и плавненько трогаюсь. Всё, отпустил все педали. Первая пониженная, режим off-road. Как вы видите, обороты совершенно свободно поднимаются более чем до 2000, всё, уклон снижается, и обороты точно так же опускаются. Никакой системы здесь нет, ни во что она не вмешивается. Что ж, я так понимаю, это не аргумент, давайте попробуем теперь то же самое сделать на повышенной передаче, на первой повышенной. Может быть, она в пониженном ряду не работает. Так, первая повышенная, включаем, трогаемся. Всё, тронулся, отпустил педали. Ох, как ускоряется! Ну, это точно не система помощи при спуске, ребят, как ни крути. Ну, короче, нет здесь ничего. Так, ну, собственно, вывод предельно ясный и понятный. Никакой системы помощи при спуске в этой машине нету. То есть, так же, как и нет там антистола, например. Но это я вам уже доказал в прошлом видео, кстати. Не забудьте перейти по ссылке, посмотреть. Вот, ну, что можно сказать? В принципе, это было известно ещё до теста. Не в инструкции об этом нигде ничего не сказано. И дальше, даже больше того, когда вот это вот поколение 17-го года, так называемое, только выходило, ульяновцы устроили большой тест для всех журналистов, ну, для многих журналистов, в горах. Наверняка увидели хоть один отчёт оттуда, если следите за УАЗиками. Вот, и несколько журналистов даже писали о том, что, вот, мол, УАЗовцы, когда отдавали деньги компании Bosch за настройку всех электронных систем, те просили отдельную сумму за настройку каждой отдельной системы. Ну, и, в принципе, это логично. И у УАЗовцев, грубо говоря, хватило денег на то, на что хватило. Скорее всего, они планировали сделать больше и добавить даже вот эту систему помощи при спуске. И, наверное, именно поэтому эта кнопка так сомнительно и выглядит, кнопка оффроуда. Ну, так что вот, эта машина просто тормозит двигателем, по сути. То, что вы сейчас видели, это самое обычное торможение двигателя. Такое же, как будет на абсолютно любой машине. Такое же, как было 100 лет назад. Двигатель просто раскручивается адекватно уклону горки. И точно так же тормозит машину адекватно её уклону. АБС в это дело не вмешивается. Электроника никакая здесь ничего не делает. Вот всё, что я хотел, собственно, показать, доказать. Чтобы однозначно уже поставить жирную точку в этом вопросе. Ну, а на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. Посмотрите другие видео мои. Подписывайтесь. И удачи. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok